Ключи от новых квартир на следующей неделе получат жильцы фенольных домов. Это первые участники программы по переселению из таких строений. Пока на приобретение нового жилья средства из федерального и регионального бюджетов выделили только Сургутскому району. Об этом на пресс-конференции рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой. В планах у местных властей в наступающем году не только переселение из аварийных и фенольных строений, а также строительство школ, культурных и спортивных учреждений, ремонт дорог. Одним словом, создание комфортных условий для жителей. Подробности в следующем материале. Сургутскому району первому и пока единственному в Югре доверили реализацию программы по расселению из фенольного жилья. Во многом потому, что муниципалитет уже не первый раз показывал, как умеет эффективно решать такие задачи. Средства выделили меньше месяца назад, а 270 миллионов рублей. Уже приобретено 45 квартир. На следующей неделе вручат первые ключи, а в 2023-м остальные семьи отметят новоселье. Надеюсь, что эта программа будет иметь продолжение в следующем году, потому что помимо большого количества аварийного жилья, у нас еще и большого количества фенольного жилья. Без малого 2000 квартир, 80 тысяч квадратных метров. Если бы эта программа продолжила работать, продолжить ее финансирование, это было бы огромное подсборье району. То есть можно было бы двигаться двумя путями и по аварийке, и по фенолу. В 2022-м в Сургутском районе на расселение аварийных домов направили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Такими темпами скоро к новоселью будут готовиться и жильцы домов, признанных ветхими после 2017 года, пока эту программу в Югре реализовывать не начали. В уходящем году в районе сделали большой шаг вперед для того, чтобы перевести школьников на обучение в одну смену. Заработали новые корпусы общеобразовательных учреждений в Нижнесартымском и Солнечном. Теперь на очереди Белый Яр возводить школу начну в 2023-м. В планах на наступающий год также открыть в этом поселении культурно-досуговый центр. Не забыли и про спорт. Я надеюсь, все-таки не будем растягивать на два года и в следующем году ведем в Лянина хоккейный корт и в спортивный зал Русским Скайя, в спортивный зал и хоккейный корт, и Угуд хоккейный корт. Вот пять объектов спорта, это такие большие, которые связаны с капитальным строительством. Будет три больших уличных площадки. Ну как это, даже не площадки, это вот для понимания одна площадка, это заменить стадион на солнечный. Ввод жилья и объектов соцкультбыта, создание комфортных условий для жизни, формирование кадрового потенциала, привлечение инвестиций, развитие бизнеса. Все это взаимосвязано. И власти Сургутского района продолжат работу в данных направлениях. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, телерадиокомпания, Югра, Сургутский район.